Наши планы в Отечественной войне полностью выполнены. Я несколько раз говорил об этом, хочу сказать еще раз, потому что пока рано говорить обо всех операциях, которые мы провели в этот период времени. Но одна из моих самых важных директив заключалась в том, что при планировании и осуществлении операций мы должны были достичь поставленной цели с минимальными потерями. Считаю, мы этого добились. Об этом заявил президент Ильхамалеев на церемонии предоставления квартиры автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Хаджасан Пенагодинского района Баку. Да, у нас около трех тысяч шехидов. Жизнь каждого из них очень цена. Но мы также должны понимать, что наши потери на войне могли бы быть еще больше, потому что сторона, проводящая первую контрнаступательную операцию, как правило, несет больше потерь в 3-4 раза, чем обороняющиеся. Военным это известно. С другой стороны, рельеф освобожденных земель был для нас очень неблагоприятным. Он был удобен для другой стороны. У них были все стратегические высоты. Конечно, построенные ими укрепления за 30 лет, шесть линии обороны дали им большое преимущество. Они считали, что мы никогда не сможем преодолеть их линии обороны, эти укрепления, горы. Но они совершили большую ошибку. Они не знали, что азербайджанский народ в течение этих 30 лет жил одной идеей – любой ценой освободить земли от оккупантов. К победе нас привели не только профессионализм, героизм наших военнослужащих и боевая техника, но и любовь к родине. Главным фактором была любовь к родине. Мы изгнали врага с наших земель, восстановили нашу территориальную целостность. Гибель около 3000 шахидов – это, конечно, большая трагедия. Однако Армения пока не сообщает о своих потерях. По имеющейся у нас информации и, как мне сообщили независимые эксперты, их потери составляют не менее 7-8 тысяч. Об этом свидетельствует как ход операции, так и наши видеоданные, демонстрирующие уничтоженную, взятую в качестве трофеев, военную технику армян. Нами уничтожены захвачено 336 вражеских танков. Теперь пусть посчитают, сколько было в каждом танке военнослужащих. Мы уничтожили сотни единицы бронетехники противника, сотни систем противовоздушной обороны, большое количество артиллерийских установок. Рядом с каждой артиллерийской установкой находилось не менее 3-4 человек. Если посчитать только их, то получится реальная картина. Из этого следует, что их потери превышают 7-8 тысяч. О чем это говорит? Это свидетельствует о героизме и профессионализме наших военнослужащих. Показывает правильность планируемых операций, сказал глава государства. Я неоднократно говорил, что мы готовы подписать мирный договор с Арменией, то есть мы готовы приступить к этой работе. Однако нет никакой официальной реакции Армении. По неофициальным каналам мы получили информацию о том, что она к этому не готова. Цитата. Я думаю, что это будет очень большой ошибкой. Как накануне, так и во время войны армянская сторона допустила большие ошибки и совершила военные преступления. Это может быть очередной большой ошибкой, потому что наше предложение основано на новой реальной ситуации. Мы считаем, что вопрос решен. Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор. Должно быть признание территориальной целостности друг друга, должно быть признание границ, должно быть положено начало делимитации. Должен также сказать, что международные организации сейчас позитивно реагируют на работы по делимитации. Если Армения не хочет этого, ей стоит задуматься, потому что потом, может быть, уже поздно. Если бы они добровольно покинули наши земли, они не оказались бы в таком позорном положении. Наше предложение – предложение страны-победителя, предложение сильной стороны, народа-победителя. Если Армения не согласна, это их дело. Но опять же, они пожалеют об этом. Отныне мы будем двигаться только вперед. Мы планомерно реализуем все планы по строительным работам, они уже начались. Мы, как я уже сказал, превратим в Карабах и восточный Зангизур в рай. Люди вернутся туда и комфортно будут жить на земле своих предков, сказал глава государства. На основании указа, подписанного мной 7 июля, была создана Карабахская экономическая зона, в которой объединены все районы Карабаха. Создана восточно-зангизурская экономическая зона. Сейчас в Армении истерия по этому вопросу. Это бессмысленно. Восточный и западный Зангизур – наши исторические земли. Мы не можем забыть историю. Мы не можем стать заложниками чьих-то политических интересов. Откройте исторические документы, карты и посмотрите, когда советское правительство отделило Зангизур от Азербайджана и передало его Армении. Это недавняя история 101 год назад. То есть, мы должны сказать, что этого не было. Почему? Мы говорим всю правду. Ведь Зангизур, восточный и западный, является землей наших предков. Сейчас в Армении, говорят, мол, Ильхамалиев предъявляет территориальные претензии. Если есть восточный Зангизур, значит, есть и западный. Да, западный Зангизур – это земля наших дедов и прадедов. Я говорил, что мы должны вернуться туда. Я говорил об этом еще 10 лет назад. Все мои выступления опубликованы в СМИ. Я говорил, что это наша земля, наших предков. Мы должны вернуться туда, и мы сделаем это. Никто не может остановить нас. Мы обязательно вернемся, потому что другого пути нет. Теперь, когда все коммуникации открыты, конечно, азербайджанское население вернется на свои исторические земли. В трехстороннем заявлении от 10 ноября указано, все беженцы должны вернуться на родные земли. Зангизур, Гейча, Ириван – наши родные земли. Мы, конечно же, вернемся, сказал глава государства. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.